сегодня у нас суббота и я планирую собрать тортик воскресного дня на прошлой неделе у родиона был день рождения я пекла медовый торт замес вроде как обычный был там на три яйца стакан сахара туда-сюда и общем получилось у меня коржей на два небольших тортика один я собрала сразу же а вот остаток коржей оставила планирую сейчас собрать кстати я заметила что вообще медовый торт можно готовить на классическом заварном тесте а я последнее время уже вот третий раз собираю обычные классические коржи медовые плюс крем-чиз и получается просто очень вкусно мне так значительно даже больше нравится крем-чиз как обычные жирные сливки творожный сыр и сахарная пудра просто сбиваю переслаиваю и причем в первые скажем так полдня даже может быть первые сутки немножко жестковат получается торт медовый но потом он просто вообще сказочный мягкий обалденный получается насыщенный плотный в общем будем собирать кстати а то что в ролике рассказывала что саша пьет подобные витамин так со вкусом малины по моему это вот на дне буквально себе купила мультивитамин там конечно небольшой перечень c и чуть такой вот бы разные группы вот и купила вот магний себе шипучках сейчас растворяю уже честно горе несколько дней пью не знаю эффект плацебо точно срабатывает а как насчет витаминов еще ничего сказать не могу так тортик я уже собрала он у меня холодильнике стоит отдыхает кстати меня сейчас вот такую красоту занесли это ветреница вообще на цветет весной а сейчас какой там 10 ноября на улице плюсовая температура и неожиданно решили цвести весенние цветы лишь бы тюльпаны мои не проклюнулись иначе если вдруг резко мороз наступит то так ладненько торт у меня отдыхает а я тут уже взялась за ужин поставила тесто яйца плюс молоко футу какое молоко вот допустим нас строить и трое ядоко будет на манты вот у меня три яйца прям чуть-чуть миллилитров 100 водички и соль и вот стоит у меня тесто отдыхает фарш это уже уже сделал здесь у меня свиноговяжий фарш тыква лук соль и перчик молотый в общем сегодня у нас на ужин будут манты манты близкую прикол выбирали выбирали сегодня на оптовке апельсинки мандаринки все очень вкусненькие хорошенькие на турецкие да потому что абхазские вот такие штуки не клеит и турции наверно вообще не знаю чуть флаг вот их один мандарин оказался испорчены ну да ладно так ладно пью витаминки и перехожу к ужину нашего все уже париться варится скоро уже будем ужинать давнишняя старенькая уже пароварка но со своей задачей справляется так что все чуть-чуть и будет вкусняшка не думаете витамины которые я показывал прошлый раз сегодня уже сумму твой никого вчера была суббота сегодня уже воскресенье какой-то там ноября я пью свой витамин я решила вам рассказать не успела сегодня снять мы прямо буквально только что саша вернулись из города ездили мы с ним на бог какая у меня да я вне обычно волос крошу ездили мы на пощучиваем веление в кинотеатр была иностранная достаточно скептически к этому фильму просто чисто развеется но посмотрим сказку так чисто культ программа а вот и честно говорю знаете мне понравилось там даже и слезинка и соплинка все было как положено вроде простенькую сказочку развернули достаточно так там и приплели и кот баюн и скатерть самодранка и всякие-всякие сказочки и политическую обстановку приплели и про послов и про англия и очень много таких вот душевных моментов было про любовь история про общественности прочее против в общем нам саше зашло мне кажется со мной зрителям тоже вот в общем сейчас я буду мыть посуду готовить ужин на собирать чебурейков налепить нажарить но пока что потихонечку лапею свои витаминочки дела как говорится чего-то там близне убегут так ладно там меня на заднюю фоне работает этот ледниковый период волоску скакала туда смотреть чуть у меня наши возраст все таки срабатывает так ладненько лица может быть кто-нибудь не в курсах потому что как-то я слышала что в женских частах спрашивают как избавиться от как его называют налета которые на нагревающих предметах мы вчера готовили манты я готовил наши мантоварки и уже порядка 10 то есть лишним лет ли 12 наверное еще до появления саши мы ее купили так как сидели на диете там жесткой то что посадили себе поджелудочную капитально в общем ладно все мы сюда приготовили все покушали сегодня я собралась ее мыть вообще я терпеть не могу мыть из-за вот этих вот решеток которые сверху наставляют там постоянно все застревает вот и тут я собралась и параллельно мыть электро чайник как его куку как его называют термосфот и вспомнила что его надо бы прокипятить вместе с лимонкой вот на три с половиной литра термосфоты я выспала вот такой пакетик 80 грамм лимонной кислоты самый обычный самый дешевый который продается всех магазин прокипятила прогнала через вот это вот чтобы он не подавал воду кипяток с лимонной кислотой и вот видите к сожалению не сняла такой какой он был до лимонки там конечно у нас русской области много железа в воде поэтому на образуется но просто мгновенно ну вот и не знаю и вот таким образом прям легко и просто справились я также мою графины с питьевой водой просто в графин насыпаю лимонку прям буквально столовую ложечку чайную ложку воды это кашицы просто обмывая стенки на у меня стоит минут 15 потом промывая сфере и графин кристально чистый то что так не уксусом никаким там черками это невозможно стереть а вот лимонка копеечное средство справляется на ура и тут у меня после термосфота оставался жидкость это вот с лимонной кислотой я думаю дай-ка я ее залью вот сюда вот в проварку ее я уже давненько не мыла от накипи и там прямо узнаете огромный такой толстый слой накипи был такой оранжевый вот даже вот видите есть вот кусочек остался то есть как бы она была вся 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 по притом меня накипи я просто залила водой с лимонкой из термосфота и оставила прям видно было как идет реакция микиты пузырики такие появились потом я просто даже пальцем вот так вот замыла и видите какой нагревающий элемент чистенький аккуратненький стал резинка очистилась ну конечно сипка шепты не старалась но вот есть кое-что осталось все маленькие кусочки что мне уже было не очень хочется зачищать это дело вот но прям вот волшебное средство стоит копейки а срабатывает отлично так что то не в курсе пожалуйста делюсь все у меня все временно и все так мальчишек накупала все крупные перекупанные кроме меня а я сейчас приступила к ужину как и варила сегодня буду готовить чебуреки кстати это второе по рейтингу моем видео которое набрало достаточно много просмотров и лайков не знаю что уж там такого волшебного но чебуреки реально получается сказочно сказочно вкусно и получается реально такие какие должны быть по сути такие ноздрястые тоненькие сочные и огненная вода там вообще как бы особо как бы никакого негатива в нету как всегда по одному и тому же рецепту книжоночка моя уже вся заезженная она с какого года 17 года не могу рецепт запомнить поэтому мне все время вот лежит в ящике я все время достаю все время в оконку в общем рецепт всегда один и тот же плюс стакан ледяной воды получается сначала вот такое вот непонятное по текстуре тесто но буквально минут 15 она у меня полежит под полотенчиком и станет идеальным а сейчас я буду готовить как его называют фарш для чебуречков ведь они получаются прямо вот точь-в-точь я давным-давно в детстве когда была бабушки в казахстане гостя в гостях до улицы купила себе чебурек таких знаете таких больших таких вот какой какая-то емкость была тип кастрюля или что это такое было крышка закрыта парень продавал и вот это именно те чебуреки которые я попробовал один раз жизни казахстане это вот они тонкие сочные и просто ум помрачительные вкусные ладно будем дальше делать